здоровенькие булы с вами ежак таежний пока значит я собирался там монтировать начинал свою передачу про бумажные деньги захороненные в ракетных шахтах правоведы уже выпустили этот ролик их соответственно расхватали раскопировали так что это уже и не новость а сегодня я расскажу кое-что для меня новое чем нужно расплачиваться по коду 810 для начала еще напомню разницу между банкнотами и монетами у банкнот номинал у монет достоинство это не просто слова с разными буквами и одинаковым смыслом это описание самой их сути монета самодостойна она имеет достоинство она имеет самообеспечение материалом из которого состоит бумага же никакого обеспечения не несет не имеет особенно если на ней об этом конкретно не написано чем она обеспечена это просто билет точно такой же как талон на питание соответственно только с более сложной защитой от подделок на первых бумажных деньгах которые ввела екадерина вторая как раз и было указано что эти деньги обеспечиваются ходячую монетой и вводила она для того чтобы из народа изъять большое количество металла которое тогда в казне не хватало чтобы обменять этот металл на бумагу что сейчас и происходит у нас с банками собирают всю весь металл изымают различными акциями до со времен ссср вначале были еще ходили серебряные монеты потом уже медно-никелевые монеты гкчп вот путчевские ну и юбилейное золото червонцы даже ухты какие ромбики да еще с этим рамой рамой рамаяны забодался этот страйк конечно меня вообще искали это подвыбил ну так вот о чем я хотел сегодня рассказать смотрите вот монеты образца 97 года вот это вот монеты выпущены до деноминации именно ими и надо расплачиваться за все свои кредиты которые вы хотите погасить по восемьсот десятому коду вот она у нас есть вхождение валюта почему такое случилось крупные деньги и купюры поменять успели мелочи заборота вывести не успели но для чего это делалось для того чтобы после деноминации вот девяносто восьмом еще году они выпускались девяносто девятом начались но потом случился перерыв после деноминации 2002 начали выпускаться новые монеты сначала медные и никель 2007 еще никель печатался чеканился восьмом в девятом а с какого с десятого года начала печатать со сталь даже с девятого года уже пятерки и десятки начали стальные вводиться вот это вот деньги 643 года уже после деноминации железные которые вот они сталь 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 везде с никелевым покрытием гальваническим это вот уже новые после деноминации рубли до деноминации рубли вот девяносто девятого года после которого был перерыв и начиная вот с девяносто седьмого года все они имеют медно-никелевый сплав что еще нам описание об этом говорит монеты с аверсом образца девяносто седьмого года номинал внизу и надпись прямая выпускались в течение трех лет на монетах девяносто седьмого года знак монетного двора ммд московский монетный двор имеет более сложную структуру затем выпуск был приостановлен как раз на время деноминации для того чтобы изъять монетную массу за исключением нескольких экземпляров с 2002 года вышли монеты с новым аверсом номинал вверху выпускающиеся до сих пор монеты 2002 года существует только в наборах в 2009 году произошло изменение металла монет наверно начали из более дешевой стали с никелевым гальванопокрытием тогда же появилась и новая монета номиналом 10 рублей в дополнение к уже имевшимся юбилейным биметаллическим монетам 2016 году эмблему банка россии на аверсе монет сменил государственный герб но об этом была предыдущая целиком передача что за герб и почему он все-таки сменился по каталогу стоимости монет значит смотрим что практически все они идут у нас по номиналу скупаются но кроме редких как обычно от московского монетного двора они санкт-петербургского тоже есть по 25 тысяч рублей скупают нифига себе 30000 есть даже но в основном конечно номинал вот штампеля монетных дворов как выглядит ну конечно лучше лупу иметь и вот в этот промежуток как раз когда она не выпускалась вот с 2005 года не пускай рубли практически не выпускались только вот раритетные вот в этот как раз промежуток и происходила деноминации изымание из оборота старых 810 рублей и замена всех рублей на новые 9 643 вот как раз 99 года но выпускались и мелочь выпускалась но что такое 50 кай в расчете на нашему совсем не 15 рублей 50 копеек превращаются у нас фиолет 500 q а если 10 копеек то есть как их определить они бронзовые и у них ребристый бурт то есть край которые новые 643 года они гладкие по бурту и стальные соответственно магнитные эти все бронзовые они не магнитятся соответственно все вот эти вот деньги они не магнитные и они 810 года а теперь посмотрим если они у нас в обращении то возможно ли их найти в магазине и у себя в кошельке да поблагодарим сайт деньги россии за такую ценную информацию наглядную очень и перейдем на сайт центрального банка тоже они здесь у нас говорят про рубли вот сначала у нас был вот такой вот рубль когда смотрим год сразу видно что это старый выпуск монет то есть надпись у него ровная номинал достоинства над годом написано монета номиналом 1 рубля просто 97 монета имеет форму диска белого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой и обратной сторонах материал монеты не обладает феромагнитными свойствами то есть не магнитится сносите с собой магнитики далее вот выпускают 2002 году измененные уже аверс уже деноминированные рубли у них над годом выпуска написан банк россии а достоинства вверху полукругом отличительная часть но они еще никелевые то есть это также как с кодами постепенно подменяется не сразу меняется все полностью а постепенно меняются какие-то части сначала деноминацию провели потом поменяли значит дизайн потом сменили металл и сейчас уже сменили герб таким вот непонятным образом развивается у нас монетное обеспечение в россии если во власти бандиты и бардак то так будет во всех отраслях продолжаться вот и мы имеем с какого перепуга мы имеем тут новый аверс с гербом российской федерации еще потому как удельный вес конечно у нас стали то поменьше чем никеля у нас пропали вот 25 миллиграмм теперь он ровно три грамма рубль весит а в детстве еще когда я химией занимался восьмидесятых годах чтобы гирки каждый раз не распаковывать я использовал монеты то есть одна копейка весила 1 грамм 3 копейки 3 грамма и 5 копеек 5 грамм весили из пятикопеечных монет я еще тогда гальванические батареи делал с электролитом восемьдесят седьмой год это был и вот здесь вот они специально соврали что монета имеет номинал чтобы уравнять старые деньги которые имени имели достоинства и новые деньги вот эти вот монеты они с достоинством 800 десятого кода а вот эти вот монеты после динаминации это уже номинал потому что он не соответствует достоинству ну что смотрим живые деньги здравия вот такой сегодня произвел я коп в кассе магазина это все никель повыбирал взял железо только вот с новым гербом но на редкие десятки и вот сейчас отобрал я все монеты с 97 по 99 год это монеты кода 810 не динаминированного рубля до динаминации заметим что у них у всех один рубль надпись над датой выпуска 97 пошли которые динаминационные у них написано банк россии один рубль у них сверху над гербу но так как это динаминационные а это не динаминационные динаминационные ходом то разница между ними в тысячу раз купюры боны из обращения все изъяли старые до динаминации которые были это в 2004 закончилась закончился прием старых купюр а монеты додинаминационные до сих пор еще в ходу это получается новыми у нас 25000 заодно поэтому уделяйте внимание собирайте никель особенно старый до динаминационный я уже восемь лет об этом говорю всем знакомым и друзьям и объясняю разницу между динами между монетами до динаминации после динаминации и железные которые вообще не деньги труха ничем по идее не обеспечить обеспеченные не меньше чем бумажные деньги тем более еще противозаконные с нарушением закона о гербе российской федерации да ко мне может обращаться марк да здравствуйте у меня вот так вам такой вопрос в данном случае есть же у нас получается банки счета с ходом 810 вот мне бы хотел вопрос такой уточнить в данном случае сейчас код 643 как я понял да идет да вот мне такой вопрос прихожу банк требую переконвертировать валюту они хотят конвертировать что делать как центральный банк жалобы да но они банк по идее должен совершить конвертацию вот этих кодов валют правильно я понимаю да и получается однако тысяч должна конвертировать правильно понимаю вас так хорошо а такой тогда еще вопрос а счета есть 643 вообще в банках вас понял соответственно банк должен конвертировать валюту в любом случае просто мне как бы они отказываются говорят просто такой возможности вообще нету значит они грубо говоря так скажем да все я вас услышал спасибо большое но что в банку ездил ругаться за одной себе вот мелочи на менял в городе когда жил я их по 100 по 200 рублей каждый раз поездки с работы до дома менял у кондукторов им чтобы не таскать они очень рады избавиться от этой мелочевки горстями мне отдавали какие я и просил то есть выбирали там именно никель но сейчас разберем и посмотрим что принес нам этот коп ну так вот мы разгреблись так и это значит имперская у нас пирамидка это начиная с шестнадцатого года и десятик один попался это у нас латунь так вот это вот пирамида это у нас пятаки 97 года 98 это 97 года никель это 98 года никель это вот четыре штучки 99 года редкие пятаки 2008 года ну и обычный никель 45 пятаков это 225 рублей старыми или 225 тысяч новыми рублями шестьдесят пять тысяч мелочью 97 года и еще 63 тысячи более поздними 98 99 году вот такой вот коп сердечно благодарю вас за просмотры моих видео особо нам всем доставляют передачи про банковские аферы и деньги ну и остальное тоже немножко смотрят особо благодарю всех кто пальцем отметил понравилось ему уже плюс две тысячи процентов по сравнению с предыдущими мои видео ну и конечно дизлайки тоже помогают продвижению так что ставьте дизлайки плюс 700 ну комментарии конечно тоже возросли но почему-то не отмечено благодарю всех за комментарии пишите каждому отвечаю особая благодарность тем кто поделился в соцсетях это очень сильно продвигает канал ну и плейлисты конечно тоже благодарю жаль отменили сейчас подписку на плависты отдельно за подписки конечно благодарю подписки это конечно показатель уважения приглашаю всех зайти на мой канал и вот такое жмите вот эту кнопочку подписаться ну там колокольчик еще говорят надо жать но я обычно не жму колокольчик потому что у меня очень глючат вот эти вот всплывашки не так интернет и комп тупят смотрите вот предыдущие мои видео плейлисты может быть кому какие понравятся темы подписывайтесь на мои любимые каналы в этом столбике они выводятся в случайном порядке а также на похожие каналы тоже подписывайтесь они не зря алгоритмами ютуба подсказываю здесь еще в шапке канала вы увидите ссылки на мои каналы балдеж и даешь здесь мульты клипы я буду выкладывать и уже выкладываю с мультов начиная с советских дальше с документальные фильмы клади знаний ссылка на мой сайт деревни байкал на мою страницу и донатик может все же накоплю на апгрейд оперативы поможите ежику то сколько может понемножку положите деньги еще вы можете писать вот в обсуждение канала а также на вкладке о канале здесь вот будет кнопка написать личное сообщение на которое сам только недавно узнал вот так она выглядит отправить сообщение и вот пишем игорю всем желаю счастья здоровья благополучия богатства успешных решений задач много всего интересного и поучительного полезного и неизвестного вы меня видите я вас вижу до видения я люблю винду за то что в ней можно делать такие люки и сразу глюки отглючились что нет они как-то размножаются по особам не отвечает ничего не отвечает никого и никто нам не ответит так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok